Детскому закону 7 лет, поэтому уже традиционно 1 сентября в расширенный рейд выходят сотни человек. Развод групп на этот раз их собралось 63, также по сложившейся традиции состоялся на площади Флага. О важности соблюдения кубанского закона рассказали и отдыхающим, у фонтана, горожанам и курортникам. Привлекали организаторы внимание прохожих и выступлениями творческих коллективов. Юные вокалисты общественное место покинули задолго до 10 вечера. За этим также проследили участники рейда. То, что вопрос детской безнадзорности и подростковой преступности – это ответственность взрослых, подчеркивают и власти. В этом году 8 тысяч человек уже были в 2,5 тысячах рейдов по нашему городу. И мы с вами вместе посетили 1100 неблагополучных семей. К сожалению, они есть в нашем городе. И они нуждаются в нашем внимании. Они нуждаются в том, чтобы вовремя им была оказана помощь и поддержка. И для этого, друзья, нужен наш детский закон. На инспекцию по городским улицам накануне вышло 337 человек. Подобные разводы рейдовых групп состоялись во всех четырех внутригородских районах курорта. За мной все пройдем к машинам. Раньше будем пройдя. Закон, подчеркивает, власти города, писан не только для чиновников и полицейских. Ответственность за воспитание детей должна повыситься в первую очередь у родителей. Зачастую именно беспечность взрослых по отношению к детям приводит к тому, что несовершеннолетние попадают в опасное положение и в результате совершают правонарушение. Но о забытых обязанностях напомнит закон. Это не говорит о том, что мы вгоняем в рамки, в обязательные рамки, временные рамки. Дети могут находиться на улице, но обязательно в сопровождении своих законных представителей, родителей, опекунов, либо других лиц, которые их могут замещать. Поэтому сейчас мы говорим о том, чтобы проводим, чтобы не только несовершеннолетние не совершили правонарушение, но и также в отношении них не было совершено никаких преступлений и каких-либо противоправных действий. Нарушителей детского закона практически не оказалось. Встреченные подростки, не дожидаясь 10 вечера, торопились домой. О пунктах закона 15.39 ребята знают и принимают его как должное, отмечают в администрации. Чаще о том же запрете продажи табака и алкоголя несовершеннолетним приходится напоминать местным продавцам. На этот раз участники рейда проверяли не только реализацию детского закона, но и охраняли общественный порядок. Расположившихся на тротуарах людей без определенного места жительства, а также в состоянии сильного алкогольного опьянения, на улицах курорта быть не должно. Такую задачу перед полицейскими неоднократно ставил мэр Анатолий Пахомов. В центральном же районе в ходе рейда обнаружен один подобный нарушитель. Его передали патрульно-постовой службе. Такие рейды будут проводиться регулярно.